Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 30 апреля, и мы с вами на сегодняшний день имеем 55 больных и зараженных. Не всех можно назвать больными, потому что заболевания проходят в малосимптомной, а у некоторых в бессимптомной форме. Но, тем не менее, они, будучи зараженными, приписываются по всем канонам статистики, относятся к больным. Итого 55 больных на сегодняшний день, коронавирусной инфекцией, всего зараженных нарастающим итогом. По-прежнему напоминаю, что трое из них уже выздоровели. Из этих 55 людей по-прежнему двое детей. Из них находятся на стационарном лечении в условиях нашей клинической больницы 12 человек, и в условиях Приволжского окружного медицинского центра города Нижнего Новгорода еще один человек. Из наших госпитализированных 12 человек 10 находятся в средней степени тяжести. Остальные, все один госпитализированных, еще двое госпитализированных, и те, что на дому, переносят заболевание в легкой форме. И плюс к больным у нас на сегодняшнее утро еще 45 людей, которые были в контакте, которые на сегодняшний день на карантине по постановлению, а следовательно под медицинским и лабораторным наблюдением. Это общая статистика. Анализ и расследование некоторых новых очагов показывает, уважаемые горожане, что новые очаги у нас не только из старых контактов появляются, появляются новые, и среди них не только завозные. Вот я хочу привести пример только один для того, чтобы сакцентировать ваше внимание на очень важной позиции. Мы с вами понимаем, равно как и все изолированные дома на карантине понимают, что они не имеют права выходить за пределы своей квартиры или за пределы своего жилого дома, если они находятся в своем собственном жилом доме. Но при этом почему-то люди забывают, что не только они не имеют права выходить из этой квартиры, но в эту квартиру не должны допускаться посторонние люди, потому что таким образом они их подвергают риску. Вот у нас один новый семейный очаг, анализ этого очага, дает нам право задуматься и подозревать, что заражение-то как раз произошло путем, когда человек, оказывающий по роду своей деятельности услуги связи, ходил по домам и ходил не только к людям здоровым, а и к тем, кто находился дома на изоляции. Вот у нас такое опасение есть, мы его сейчас отрабатываем. Как вы понимаете, это серьезное нарушение всех действующих сейчас нормативно-правовых актов в этой части, а за это уже стали наказывать, как вы знаете. И штрафы у нас достаточно большие за нарушение изоляции, от 15 тысяч рублей на граждан. И я думаю, что опасаясь вот как раз этих штрафных санкций, люди все это скрывают. Я не буду называть ни фамилию, ни очага, тем более, что на сегодняшний день пока это еще не доказано. Но вот одно то, что это могло случиться, и о том, что есть информация, которую до нас доносят иные лица, и это могло быть, я еще раз хочу сакцентировать внимание ваше, что для тех, кто находится на карантине, не только есть обязанность самим не выходить за пределы своего жилища, но на них также лежит обязанность, что они не имеют права впускать к себе посторонних людей. Ведь даже волонтеры, которые приходят к ним, не заходят в очаг, они все передачи делают за пределами квартиры. И только медицинским работникам в специальных средствах защиты разрешено посещение этих очагов. Пожалуйста, будьте внимательны. Ну а сегодняшних плюс два новых случая. Вот 55 против вчерашних, 53. Это переходы двух лиц, которые были в контакте с уже больными, которые вместе живут. Это контакты достаточно близкие, очевидные, ожидаемые были вещи. И вот в пределах инкубационного периода из разряда контактных они попали в разряд больных, будут получать лечение. И будет таким образом им оказана помощь. И надеюсь, что их уже дальше контакты никуда не разойдутся. Эти очаги будут локализованы. Вообще, вот когда мы говорим об очагах, мы имеем в виду, что есть некий больной или группа больных, от которых путем контактов с разными людьми это распространяется цепочкой. Вот это мы называем в данном случае при коронавирусной инфекции одним очагом. У нас таких, напоминаю, уже на вчерашний день было 10, и сейчас, похоже, их становится несколько больше. И предложенная сейчас Министерством здравоохранения классификация фаз эпидемического процесса, она включает в себя 4 фазы. Мы сейчас с вами находимся в 3-й, который называется ограниченное местное распространение COVID-19. Ограниченное, то есть контролируемое. То есть когда мы понимаем, где есть какие очаги, как они могут распространяться, мы еще можем их локализовать, можем эти цепочки прерывать. Но, к сожалению, мы с вами уже стоим на пороге с учетом вот той заболеваемости, того прироста ежедневного, которого мы наблюдаем. Мы стоим, к сожалению, на опасной такой черте, когда мы можем перейти в четвертую, последнюю фазу, которая уже называется масштабным распространением, без прослеживания эпидемиологической связи случаев между собой. Когда эти связи переплетаются, когда человек мог заразиться уже в нескольких местах, когда невозможно локализовать эти очаги, когда невозможно уже проследить. И этот неконтролируемый уровень уже говорит о том, что необходимо вводить новые меры, принципиально новые. Вот к чему я все это веду. У нас с вами впереди прекрасные выходные, праздничные дни. Надеюсь, что ждет нас и при этом очень хорошая погода. И полагаю, что все, устав от изоляции, от самоизоляции, от бесконечного вот этого информационного негативного потока в отношении заболеваний и все, что с ней связано, захотят расслабиться. Я призываю, всех призываю к одной самой главной для нас вещи, к постулату разобщения. То есть все, что мы с вами делаем в празднике, должно быть под эгидой разобщения людей, а не общения в любых местах и в любом формате. Для нас сейчас самое главное – самоизоляция либо на дому, либо, как исключение, на наших дачах. Вот только два варианта. Все остальное – поездки к родственникам, поездки в какие бы то ни было города, поездки на природу коллективами – это все отменяется. Это все очень опасно. Мы это уже все проходили с вами, и по нашим цепочкам это видно было, что только там, где люди забывают об этом, сразу идет достаточно большое распространение. Что такое 55 человек больных на сегодняшний день, если дать возможность им каждому 10 новых заразить? Это буквально через концу праздничных дней мы будем иметь уже самую настоящую эпидемию. И к чему мы тогда придем? Мы, войдя в четвертую фазу, совершенно четко придем с вами к ситуации, когда вынуждены будем наложить карантин на город. И тогда вся наша прекрасная с вами жизнь с поездками, а вы знаете, что у нас огромное количество жителей, которые имеют свои дачи за пределами зато города Сарова, в непосредственной округе, как в Нижегородской области, так и в Мордовии. Но нам деваться будет некуда, если мы к 6 мая, к первому вот такому непраздничному, рабочему, хотя он был объявлен уже президентом, не рабочими днями, но такие службы, как мы, все равно работаем. И если мы к 6 числу увидим, что вот это распространение получило угрожающие цифры и значения, и мы перешли в следующую фазу, то, к сожалению, 6 числа нам придется объявить карантин на весь город. И вот тогда уже город полностью будет закрыт. Мы этого с вами совершенно не хотим. Мы не хотим, чтобы у нас не было возможности выехать на дачи. Самоизоляция на дачах – это прекрасная вещь. Но, к сожалению, и ее мы будем лишены. Подумайте об этом. Подумайте о том, чтобы сохранить нашу ситуацию, нашу зыбкую сейчас ситуацию на том уровне, который мы сейчас имеем, для того, чтобы она не распространилась. Я, конечно, сейчас не говорю о тех, кто сидит на карантине. У них никакой изоляции на дачах быть не может. Ну, и они не смогут этого сделать. У них у всех забиты пропуска. Но я хочу обратиться ко всем остальным. Для того, ради того, чтобы сохранить наш с вами уровень жизни сейчас. Для того, чтобы нам не закрыться, как Дивеево. Только в отличие от Дивеева, из нашего города по проселочным дорогам не выйдешь. Для того, чтобы сохранить возможность работы хотя бы того персонала, который сейчас в городе работает. Ради того, чтобы можно было нормально нам с вами проводить работу детского садика. У нас сейчас работают дежурные группы в 19-м детском саду. Для того, чтобы не нарушать сейчас вопросы обучения и дистанционного, потому что там тоже во время карантина будут проблемы. Для того, чтобы не нарушать работу наших магазинов, потому что и их график работы будет резко изменен. И аптек в том числе, если мы войдем в условия карантина. Вот ради того, чтобы сохранить хотя бы то, что у нас сейчас есть, я всех призываю в праздники быть на самоизоляции. Либо дома, либо на дачах, уединенно, никуда не уезжая, ни с кем не встречаясь. И еще хочу обратить ваше особое внимание. Вчера у меня было очень много вопросов, и даже приходили люди ко мне на личную встречу, умоляли, просили, что называется. Мы очень хотим жить вместе с мамами, вместе с бабушками, кого-то хотим привезти, куда-то отвезти, переселиться, бесконечной перетурбацией. Сейчас не тот этап, чтобы переселяться, переезжать, а тем более нагружать лишними связями наших мам, бабушек, дедушек, дядь и теть. Лица старше 60 лет входят в группу риска. И если вы говорите о том, что вы хотите к ним еще кого-то привезти, значит, вы их ставите в еще больший риск. Вот этого делать сейчас нельзя. Сейчас нужно замерить и подождать. И подождать, дать процессу тот, который уже идет, завершится, вылечиться тем, кто лечится, тем, кто находится уже в группе риска. Возможно, часть из них, вот из этих 45, перейдет в больные. Но они успеют на начальном этапе начать лечение. И они не заразятся. А главное, мы не сможем не привезти с вами вот эту инфекцию из-за зоны тоже внутрь города. При этом, конечно же, товары первой необходимости, продукты, питание, как в город въезжали, так и будут въезжать, вне зависимости от того, будет объявлен в городе карантин или нет. Но все-таки я хочу сказать, что карантин для любого населенного пункта это дополнительные, очень серьезные испытания. Это перевод на казарменное положение наших силовых структур. Это достаточно тяжелая работа для всех экстренных служб. Я ко всем обращаюсь и прошу вас очень, будьте на самоизоляции. Еще хочу добавить, что мы начинаем сегодня лабораторное обследование лиц, как я обещала тех, кто сообщил нам, что были в Дивеево. Мы вчера обзвонили первую партию людей. Мы поняли, что среди них действительно есть лица, у которых были близкие контакты, которые подлежат лабораторному контролю. И мы обязательно их всех обследуем. Хочу порадовать и наши коммунальные службы, которые очень долго ждали анализов. Большинство из их сотрудников оказались незараженными и продолжают сейчас работу. Они очень боялись, давали нам расширенные списки. Я по поводу этого ругалась, потому что когда мы говорим об ответственности руководителей, то у нас нет никаких контактов. А как только нужно сделать анализы, дают список полного своего коллектива. Это что же у нас? Весь коллектив, оказывается, тесно общается. Друг с другом чай пьет без средств индивидуальной защиты на расстоянии ближе полтора метра. Общается так, что ли? Или просто у страха глаза велики? Но в любом случае мы этот страх сегодня разрулили. У большинства наших коммунальных служб, которые продолжают работать, никаких заболеваний нет. Но тем не менее, с сегодняшнего дня, я думаю, что мы поменяем систему дезинфекции в подъездах, где у нас есть больные, продолжают лечиться больные люди. Ну и несколько поменяем систему дезинфекции подъездов, где у нас живут контактные лица, не зараженные, но которые находятся на обязательной изоляции. И эту работу будем проводить более тщательно. Был также вопрос по поводу исследований на антитела нашими структурами платными. Большие сетевые лабораторные компании, как Гемотест, Инвитро и так далее. Вот я сама тоже с удивлением узнала, я тоже сама этого не знала, по вашему вопросу поинтересовалась. И действительно, наша компания Инвитро заявила вчера официально, что они будут проводить исследования на антитела. То есть это вот не те исследования, которые проводят наши обе лаборатории клинической больницы и центры гигиены, когда мы обнаруживаем сам коронавирус у человека и таким образом определяем, что он заражен. А когда уже есть антитела, когда человек уже говорит о том, этот показатель будет говорить о том, что у человека уже выработался иммунитет к коронавирусу. Но, конечно, думаю, что эти анализы будут платные, что они будут доступны всем, может быть, не сразу для всех желающих, а в каком-то порядке. Но в любом случае эту большую такую работу Инвитро начинает. Но начинает не сейчас, а анонсируется эта работа где-то недели через две, наверное, с середины мая. Сразу хочу сказать, кто не имеет права обращаться за этими анализами. За этими анализами не имеют обращаться права опять те же, кто у нас сидит на обязательной изоляции. Вот они не имеют права выходить никуда и незачем, в том числе и за этими анализами. Вот если лаборатории этих служб будут иметь право и возможность выезжать к таким больным в средствах индивидуальной защиты для того, чтобы брать у них анализы, так же, как к ним приезжают за анализами сейчас медицинские работники клинической больницы, тогда да, тогда можно. Но опять же, наличие антител у лиц, которых находятся на изоляции, не будет означать автоматом, что они от этой изоляции освобождаются. Потому что на сегодняшний день нет четкого понимания между количеством уже имеющихся антител и возможностью еще пока временно, если есть в отделении, продолжать заражать окружающих. То есть карантин карантином, а эти анализы само собой. Но я в любом случае рада, если такая работа в городе начнется. Сама с удовольствием за этим воспользуюсь. Это очень интересный, очень хороший такой момент. Вы знаете, что у нас в стране, плюс ко всему для больных, это большая хорошая информация, что продолжается, я вчера это на селекторном нашем совещании узнала в Федеральном медико-биологическом агентстве, что продолжает развиваться банк, который делает, заготавливает плазму триконволесцентов. То есть плазма крови от лиц, которые переболели, показывает хороший иммунитет к этому заболеванию. Эту плазму крови переливают больным людям. И именно она-то как раз и является единственным на сегодняшний день таким этиотропным лекарством. То есть лекарство, которое непосредственно влияет на коронавирус, убивает его и не дает его развиваться в организме. Это очень хороший момент. Он тоже показывает, что медицина не стоит на месте. И у нас есть возможность, оттянув больных, особенно тяжелых больных на более поздний период, подготовиться еще и путем подготовки достаточного банка вот такой вот плазмы реконволесцентов. Ну и еще хочу сказать, что мы продолжаем работать во все праздничные дни. По-прежнему работает телефон горячей линии 97777. К нам просьба обращаться по телефону 79328 все праздничные выходные дни с 8 утра до 15.00. Но мы принимаем только вопросы, которые касаются эпидемиологии. Все, что касается лечения к медицинским работникам, все, что касается дезинфекции, я думаю, что мы сегодня решим это на оперативном штабе. И я думаю, что бразды правления все равно останутся у оперативного штаба. Хочу еще нацелить всех наших горожан, чтобы прекратили звонки мне лично, включая мой личный домашний телефон, прошу этого не делать больше, с целью просьб о ввозе в город своих каких-то близких родственников и еще кого бы то ни было. Значит, мы еще раз обсудили на оперативном штабе этот вопрос. Все вопросы въездов-выездов решает оперативный штаб, его руководитель этого штаба, поэтому просьба ко мне с этим не обращаться. Я эти вопросы единолично не решаю. Но в любом случае, я вам желаю от всей души хороших праздничных дней, хорошего настроения, хорошего самочувствия. Оставайтесь дома. Если заболеваете, вызывайте врача на дом, звоните нам. И всего вам самого доброго и хорошего здоровья.